На прошлом уроке мы сказали, что у любого глагола, в начале которого имеется соединительная хамза, а такими глаголами являются все шестибуковные глаголы, а также три породы пятибуковного глагола. То есть породы инфа'ля, ифта'ля и иф'ляля. Так вот, у любых глаголов соединительная хамза в начале существует единое и общее правило образования глагола настоящего будущего времени. Что мы делаем? Мы заменяем находящуюся в начале глагола прощадчивого времени соединительную хамзу на одну из четырех букв приставок глагола настоящего будущего времени, которая в таком глаголе бывает огласована только фатхой. Затем мы меняем огласовку предпоследней буквы, которая не бывает иначе как фатха, меняем эту огласовку на касру. Не забывая о том, что на конце любого глагола аль-мудари, глагола настоящего будущего времени, изначально должна быть огласовка домма. Поэтому мы меняем огласовку в последнюю букву с фатхой на домм, например, ифта'ля, ифта'илю, иктасаба, иктасибу. Теперь разбираем правило образования исмуфа'ля, имени действующего или имени действователя, то есть причастия действительного залога. Как известно, исмуфа'ль, имя действователя будет по модели, по форме фа'ль, если оно образуется от трех буквенного глагола, без добавления. То есть фа'льун сулятиюн муджарат, трех буквенный глагол, без добавления. Например, катаба писал, каатибун пишущий, от талаба искал, талабун ищущий, то есть ищущий знания, то есть ученик или студент. От катаба каатибун пишущий писатель, от ракиба сел верхом, сел машину, ракибун пассажир, сидящий верхом. Кора отчитал, прочитал, каарин читающий, читать и так далее. Это было правило для трехбуквенного глагола, а для глаголов, в которых есть более трех букв, будь то четырехбуквенного глагола, пятибуквенного глагола, как здесь в нашем случае, или же шестибуквенного глагола, так вот для таких глаголов существует общее единое правило образования исмуфа'ль, формы причастия действительного залога, от глагола настоящего будущего времени. Значит, исмуфа'ль, имя действующего, для глаголов, в которых имеется более трех букв, образуется от формы глагола настоящего будущего времени, аль-фа'люль-мударя. Первым делом мы меняем букву, приставку, которую мы добавили при образовании глагола аль-фа'люль-мударя, глагола настоящего будущего времени. Меняем эту приставку на букву мим, огласованную даммой. Вторым делом мы меняем огласовку предпоследней буквы на кэсру, то есть если это был пятибуквенный глагол, в начале которого имелась буква та. А в таком глаголе, если вы помните, мы сказали, что ничего в середине не меняется. То есть его фатха, предпоследняя буква, как была в форме прощественного времени, так и оставалась в форме настоящего будущего времени. Значит, здесь и только здесь нам придется менять эту фатху на кэсру. А что касается всех остальных четырех, или пяти, или шестибуквенных глаголов, то в них предпоследняя буква в форме настоящего будущего времени огласована кэсрой. Это намного облегчает это дело. Поэтому здесь, образовывая форму и смуфа'ль от таких глаголов, нам уже не нужно менять огласовку предпоследней буквы на кэсру, так как она там уже есть. Эта буква уже огласована кэсрой. Например, юка-тибу от четырех букв, но ек-та-тибу от пятибуквного глагола, ест-так-тибу от шестибуквного. Осталось сказать, что и смуфа'ль это имя существительное, и поэтому нам осталось добавить на конце этого слова тануин, который является отличительным признаком имени существительного, и который не может иметься на конце глагола, в том числе и глагола аль-мудари. Мы проведем примеры, ю'ал-ли-му, глагол настоящее будущего времени, который переводится как обучает. Мы меняем приставку я вначале на букву мим огласованной домой. Предпоследняя буква уже сама по себе имеет кэсру, поэтому мы здесь ничего не меняем. А на конце мы добавляем тануин. И в итоге от ю'ал-ли-му обучает у нас получается му'ал-ли-мун, обучающий, то есть учитель. От ям-та-хину испытывает, экзаменует мум-та-хину, испытывающий, экзаменатор, например. От яста-гуфиру просит прощения, муста-гуфирун, просящий прощения, прощения своих грехов. А от ята-ал-ли-му обучается, му-та-ал-ли-мун, обучающийся. Здесь нам пришлось заменить огласовку предпоследней буквы, так как здесь у нас фатха, а не готовая кэсра, как в остальных формах глагола. Думаю, теперь нам стало ясно, как мы получили исм-фа-аль-мухталифу от глагола аль-мудара яхталифу. Следует отметить, что если вместо кэсры мы заменим огласовку предпоследней буквы на фатха и скажем, например, от глагола ю'ал-ли-му, не му'ал-ли-мун, который переводится как обучающий, учитель, а му'ал-ли-мун, то есть с фатхой предпоследней буквы, то у нас уже получится не исм-фа-аль, не имя действующего, а исм-ма-фа-уль, имя поддейственного, имя того, на кого падает действие, то есть получится причастие страдательного залога. Например, от ям-тахану испытывает, если мы скажем мум-тахану с кэсры предпоследней буквы, у нас получится исм-фа-аль, то есть испытывающий, но если мы скажем мум-тахану с фатхой предпоследней буквы, мы уже получим исм-ма-фа-уль, то есть мум-тахану испытуемый, отсюда и названа сура аль-мум-тахана, испытуемая, то есть испытуемая женщина, переселяющаяся женщина, иман которой проверяли, испытывали. Если согласно другому мнению, что эта сура называется аль-мум-тахана, то есть кэсры предпоследней буквы, то получится испытывающая, то тогда испытывающей у нас будет сама сура, так как она побуждает к этому. Значит, все легко. Единственная разница между исм-фа-аль исм-ма-фа-уль, то есть между именем действователя и именем поддействованного, всего лишь огласовки предпоследней буквы в кэсре или фатхе. Если с кэср предпоследней буквы, то это у нас исм-фа-аль, а если с фатхой предпоследней буквы, то это уже исм-ма-фа-уль. Как, например, муфассирун, комментатор, разъясняющий смысл Корана, муфассир, и муфассирун, комментируемое, разъясняемое, Аллаху Адам.